Работники и пациенты пансионата для пожилых милосердия отпраздновали ЭСЭХ. Праздник лета отметили впервые, ведь свои двери учреждение распахнуло чуть больше полугода назад. И вообще ЭСЭХ стал первым большим совместным мероприятием. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Пансионат для пожилых милосердия открыл свои двери в декабре прошлого года. Национальный праздник ЭСЭХ стал первым большим торжеством, который объединил всех работников, пациентов и их родных. Так как нам еще нет года, мы проводим только первый раз национальный праздник ЭСЭХ, потому что я считаю, что любой человек якутской культуры, он должен отметить этот праздник. Пациенты все разные, есть лежачие пациенты, но они видят друг друга, они не хотят просто так лежать. Они как-то активизируются, стараются ходить. А те, которые на оздоровительные, они, конечно, очень такие позитивные приходят. С момента открытия в пансионате лечения и услуги ухода получили 96 человек. Кроме оздоровительных мероприятий, пожилые люди активно занимаются творчеством. Свои работы по бисероплетению, шитью сумок, а также танцевальные и фольклорные таланты они продемонстрировали на празднике ЭСЭХ. Я очень всегда удивляюсь и радуюсь их таланту, и любви к жизни, и целеустремленности. Они всегда создают что-то новое, красивое, уникальное. И бывает иногда, они здесь исполняют свои детские мечты, и радуемся мы вместе с ними. В основном пациенты проходят здесь лечение по 10 дней. Для многих ЭСЭХ стал большим сюрпризом перед выпиской. Добрые слова о коллективе пансионата звучали в этот день со всех уст. Вообще очень хороший коллектив. Создает нам все условия для того, чтобы мы не только жили, но и лечились. То, чем болеют, они обычно привозят лекарства, и лечат они нас. Вообще очень хорошо живется. Праздник лета у народа САХА является обязательным. В этот день якутяне благодарят духов и набираются сил на год вперед, что так необходимо людям пожилого возраста, а также самому коллективу пансионата, у которого в планах дальнейшее развитие и процветание. Марьяна Кутукова, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск.